Я приветствую всех и каждого, с вами Бадди. Мы продолжаем проходить Assassin's Creed Unity. Как вы помните, мы идем по душу короля нищих, выведали информацию, где вы можете найти. Вот маркер, который запустит это задание, но для начала мы с вами, накопив нужное количество баллов, приобретем навык двойного убийства. Как мне кажется, весьма полезная штучка. Вот он. Смертельный удар по двум целям. Отлично. Это будет сокращать время, которое я затрачиваю на убийство тех или иных врагов, ну и более эффектно, более эффектно. Хорошо. Вот, в принципе, все, с чего хочется начать. Потом уже будем тратить все другие очки чуть попозже, когда накопим их совсем много. А пока, король нищих, I'm coming for you. Король нищих пресса где-то в колонизации под двором чудес. Найдите и убейте его. Награды офицерский пистолет. Пойдет. Возьмем его. Сейчас двойным убийством будем тут всех уролесить. Все важную информацию, да? Наглядываем. Сейчас посмотрим. Вход через эту решетку. Ну, как, в принципе, и в прошлом задании, давайте обойдем все важные точки интереса. Посмотрим, что там. А, вот король нищих, он сам участвовал в убийстве для сэра, да? Морда у меня такая неприятная. Вход 1, укрытие 5, стражник 54. Ни хрена себе, 54 стражника. Так, давайте. Смотреть на всю интересную информацию. Отсюда быстро распрыгнуть не смогу, да? Какой-нибудь стоксена. Я его не вижу просто. Ладно. Так, возможность для проникновения. Выведите из строя дымоходы. Возможность для отвлечения. Выведите из строя раз. Так, ну мне придется здесь очень многих убивать, ребята. Интересно, смогут двоих убить сразу? Коропиться не буду. Здесь многовато. В принципе, по двоих можно высекать. Я попробую убить их вдвоем. Может быть, даже не получится. Да, не получилось. Так, прячемся, прячемся, прячемся. Я думал, что может быть двоих сразу убивать. Тихо, 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 тихо. Видите, какая неприятная ситуация получилась. Я думал, он убьет их сразу вдвоем. В прыжке. Теперь будем знать, что это нереально. Так, все, они успокоились, да? О, наших двоих, говорит, убили. Ну и пофигу, пошли дальше. Так, еще один ходит здесь. Заметили меня все-таки, да? Ну да, не идеально. Совсем не идеально. Ну ладно, раз уж увязались в открытый бой, давайте сражаться. Хорошо. Да что же так на меня напали-то все? Все из-за одной ошибки, которую я хотел проверить, вероятность того, что я убьюсь с высоты двоих. Встаньте экогнито. Я экогнито. Так, один дымоход вывели из строя. Где второй? Пошли искать. Зато легче стало бродить. Ладно, буду стараться делать все более тихо, но... Ничего не поделаешь. Так, а дымоходов-то сколько вообще всего? А, вот еще один вижу. Так, что это нам дает? Дыму некуда выходить. Значит дальше. Они сами были, да? Возможность для отвлечения. Пошли выше. Так, всех надо убить. Попробуем сзади сначала подойти, убить двоих. Хорошо. Что нам это дало? Помощь нищих нам теперь доступна. Отлично. Идем дальше. Идем дальше. Пока все получается. Так, они там сражаются. А я пока, знаешь, поднимаюсь наверх. И что здесь, ищем кого? Ищем вход? Я уже вижу вход, он там. Дальше. Где лестница, да? А ты чего? Какой-то безрукий болван докопался до стоков. Скорее уходим. Так, ладно, вход есть, это уже хорошо. Если мы прыгнем в... Все нам убьем? О, нет. Кто против вас, тот вас убивает. В нашем случае. Так, вот этих двое. Ну, я думаю, мы покрадемся незаметно. Все отлично внутри. Это уже радует. Так, вижу стоячего. Кто там стреляет кто-то? Это не я. Тихо, тихо, тихо. А ну-ка, иди сюда. Надо тебя вздуть хорошенько. Не надо меня вздувать хорошенько. Бабу свою будешь вздувать. Да что-то такое. Что-то не проходит, что вы здесь щели. Что, не хочет? Хоть убей. Так, спокойно. Сейчас мы его кончим. Помаленечку. Он один, да? Хорошо. Так, ну давайте попробуем по-другому. Давайте шутиху применим. Привлечем его? И он должен пойти сюда. Иди, мой маленький. Не, не хочет, да? Ладно, тогда попробуем по-другому. Намного проще. Все, мы внутри. Сундук сможем открыть, нет? На взломщика я не прокачивал. Ну, можно попробовать. Ну, видите, как далеко. Еще раз попробую, все. Да, это нереально. Они должны двигаться намного медленнее. Потратил две отмечки. Они еще взбунтовались. Это мне позволило отлечь их. Найдите укрытие. Какое укрытие? А, найдите короля. Они еще. Сейчас найдем. Я думаю, здесь не особо будет тяжело это сделать, считывая, что и карта есть, и он бы тянут в самой последней точке. А то, что здесь нет, просто мне награда за то, что я помог нищим, и они их отвлекли. Ладно, подвигаемся дальше. Здесь особо не потеряешься. Я буду периодически так проверять вперед, чтобы проблем не было. Я думаю, здесь проблем у нас не будет. Так, он пошел сюда, да? Ну, сейчас все ловко сделаем. Он пойдет туда, он окончил того, который стоит, потом сразу его это будет им наказанием за хреновую бдительность. Подвигаемся. Так, здесь их двое, да? Здесь надо подумать, как лучше сделать. Учитывая, что двоем нельзя, поэтому мы сделаем так. Что это такое? Хорошо. Четко, чечетко. Так, сколько у меня там, четыре осталось с берсерка? Я не помню, мне нужно корольничих убить именно с помощью клинка, или это просто мне дали в помощь для того, чтобы я мог этих гариков так убивать. сейчас проверим. Сколько здесь? Их здесь трое, да? Это плохо. Поэтому мы берем дым, двое греются, двое спиной, и один ходит. очевидно, что это надо делать так. Затем сюда, и затем сюда. Четко, четко. Проходим дальше. Так, здесь у нас подъем. Хорошо спрятался от корольничих. Хрен, найдешь его. Но это если не дымнее. Надо было его кончать. Конечно, это должно было случиться. Но что-то слишком рано. Да, Милард, у ассасинов везде в свои люди. Но теперь у нас есть преимущество, верно? Бери страживающий этого ассасина. Пусть сдохнет. Хорошо. Но, господин, половина наших людей сейчас воюет с нищими. Наверх мне не прокрасться. Придется обходить. Причем довольно-таки далеко. Надо было два очка окончать сразу же. Пуп, запалился. Так, как он далеко от меня видит, он меня не видит. Наверное, я вверху в него попаду, да. Отсюда. так, можно обойти здесь. Это хорошо, потому что убивать их смысла никакого нет. Может, он сдался. Так, ждем, пока он отвернется. Отворачивайся, ручина. спасибо. И продвигаемся дальше. Так, здесь трое их, да? здесь я не пройду. То есть, мне нужно вниз. Здесь раз, два. А третий где? стоит, да? Так, давайте подумаем, как лучше сделать максимально эффективную. Вот этот стоит спиной, этот стоит спиной, а вот этого можно убить. Да что ты перезаряжаешься там? Зачем ты перезаряжаешься там? Я хотел, его убил очень быстро с помощью клинка, а он, блядь, перезаряжается. Что за херня-то? Сволочи поганые. Ладно, обыщем. Я надеюсь, что он очень быстро его клинком чепокнет, а он, блядь, перезаряжаться начал. Это меня и подвело, честно говоря. Теперь буду иметь этот факт в виду. Я надеюсь, сейчас кто-то перезарядился. Зайди, отбегай! Ты заколебал орать! Так. Здесь никого. Сейчас все из-за ответвления может что-то есть? Ничего не то, не то, не то. Ладно. Ну, очкарик то мы тоже кончим. он стоит, И что он... Ты не будешь двигаться, что ли? Ты один? Ну, значит, все, тебе конец. Увидел меня, да? Запер меня специально. Досадно. Так, убийств призрачным клинком нужно выполнить. Два. У меня всего вот три снаряда. Так, чувствую, тут сейчас меня нормально встретит. Ладно, посмотрим. Ну, миссия интересна, в принципе. Так, а ты что наверху уже? Ты как-то поднялся. Что-то заподозрил. Так, засада, ребят. Попахивает засадой. Раз. Ладно, сейчас разберемся. Держать строй, не отступать. Там я могу пройти. Ты же один, чувачок. Нет, вас здесь двое. Точно вас здесь двое? Засаду мне не устроите? Засада для того, кто устроил засаду. Как вам такой вариантик? Так, он стоит ко мне спиной. А он там кто? Там чучело куда-то сидит. Запалили меня. Так, ждем, ждем. Они начнут меня искать. Как я и говорю, они устроили мне засаду. Мне надо понять, просто как подняться наверх к нему. Потому что пока я этого не не вижу. Ладно. Давайте попробуем их обойти. Там где-то снайпер кстати я видел, где-то наверху? Ладно, сейчас у нас все получится. Просто нужно сделать это грамотно. Здесь никого. с этой стороны точно кого-то видел. вот здесь кто-то есть. Ты кто такой вообще? Ты вообще откуда взялась? Так, снайпер наверху. Где-то здесь. Здесь двое сидят, да? Хорошо. надеюсь ты перезарядился? Спасибо. Так, где-то снайпер сидит, где я не могу понять. Где-то наверху, вон он, да? Так, а мне к нему, чтобы подняться, мне нужно сначала снайпера завалить. И он вон он вообще. Но отсюда далеко. Чтоб туда добраться, мне нужно пройти отсюда. Клинков бы еще. честно, я до этого достану, нет? Здесь начнут по мне сейчас палить. Вон высоко. Пробуй здесь заползти. Да, он меня увидел. Прыгай. последний ученик принес мне чудесный подарок. Надеюсь, у тебя есть что-то похожее. Дьявол! Нет! Не так близко! все, я понял. Нужно сначала понять, как завалить того. У меня же есть ружье, господа. У меня же есть ружье. Что же я? А, вот должен находиться на земле. Снаряжение нельзя менять, да, сейчас? Сейчас и когнито, ну-ка. Нужно находиться на земле и быть и когнито, да. Снаряжение можно только перед миссией выбирать. Так, давайте придумаем, как лучше это сделать, блин. Видите, он с двух точек перекрывает меня. Я смогу наверх заползти только. Это нужно сделать очень быстро, я понял. Сейчас получится. Попробуем по лесам забраться. Они хотят, чтобы я делал это быстро и одновременно уворачивался. Вот здесь вот начинаем залазить. Поехали. Давай, 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 давай. А, ты что творишь-то? У меня почти получилось его убить. Но почему-то очень глупо получилось анимация прыжка, он должен был прыгнуть на эту. Ладно, сейчас все будет, повторим. Рад видеть тебя, ассасин. Трудновато, ассасин? Хорошо. 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 Я тебя вижу. Так, ты зря сюда залез, друг? Вообще зря. Как мне теперь прыгнуть-то правильно? прохлятье. Стоило догадаться, что так будет. Хорошо. Почему не получилось этого убить? Так, ну ладно, как-то маленько скомканно, но эффект достигнуть. глаза повсюду, писье. Я предлагаю их знания вашему ордену. Что ценного может знать хозяин пучок? Как грызутся крысы? Ступайте. Как грызутся крысы? Вот глупец, придушить бы его. Мой господин был бы счастлив устроить это. Брат. Что с вами? Слишком много шампанского? Себя, уходи. Кончик. Что за великий магистр? Вообще в чем у нас интрига. Король нищих. Титул король нищих прислали себе несколько влядельных людей в среде парижской бедноты. Первое письмо использование этого титула относится к правлению Людовика XIV, но вскоре всего он куда древнее. Некоторые короли были добродетельными. Титул был непризнанным законожденным сыном мелкого аристократа. Возможно, он пришел к власти у дворей чудес в конце 70-х. О судьбе его ничего не известно, но в другом письме маркиз Десад писал король умер и даже чудеса его теперь не спасут. Так как до казни Людовика XVI осталось тогда почти два года, есть подозрение, что речь шла о короле нищих. Ассасинный тамплиеры 2.0. Прикольно. Так, я надеюсь, мне дадут отсюда с погодом уйти. Что-то мне подскажется не особо. А этот раньше вход был открыт? Конечно уже нет. Конечно уже нет. Так, спокойно. Нам нищие помогают? А чё так дымно-то? Ладно, уйдём свободно. Да штук тебе. Проход-то где? Нарисован здесь. А, выше, да? А то я маленько потерялся. В принципе, можно было и чуть-чуть пройти. А чё, мне не осталось выстрела? Почему не стрелял-то у меня? Ну да ладно, валим отсюда. Ну? Отлично. Эффектно самое главное. По Бэтменовски. Ну что ж, короля нищие завалили. В принципе, маленько муторное задание получилось. Ну, в принципе, когда лучше сейчас я примерно знаю, как это сделать, можно сделать вообще идеально. Если бы я тогда с первого раза прыгнул, а он не упал у меня вниз, было бы вообще круто. Так, а что это у нас такое? Почему игра вылетела? Почему-то на этом моменте у меня вылетела игра, пришлось запускать заново, посмотрим сейчас, нормально всё будет, нет? Вроде загрузка пошла, а то я уж испугался, что что-то неладное. ищем маркиза досада знатного извращенца того времени. у не вовремя, я собираюсь взойти на трон. На трон? Пока стоит двор чудес, должен быть и король нищих. Место оказалось вакантно, и я занял его. Молниеносно, тело ещё не остыло. Ну, я начал действовать чуть за годы, когда вы впервые появились во дворе чудес. Это было подло. Ваш враг мёртв, так что всё честно. Да, наследие у вас что надо. Заметили, да? Что ж, вы довольны? Мёртвы это мщины? Вы обрели покой и проч вздор. Вздор, это точно. Каждый раз думаю, я на шаг ближе к истине, но вижу лишь ещё один слой грязи. Заговоры, интриги, напряжение нарастает, немножечко скотоложество, распутный священник, и вот вам завязка чудного романа. Меня устроят сведения. Столь и уже столь сериально. Что-то фрезы какие-то мне не нравящиеся. Совершенно. полагаю, это вы уже видели. Откуда он у вас? Принёс один из моих верных подданных. Знак почтения, скажем так. Любопытная вещь. И похоже, я знаю, какой мастер её сделал. Таким оружием убили месье де-ла-сера. Полагаю, вы это уже знаете. Почему молчали? Понимаете ли, наша жизнь зиждется на любознательности. Представьте, что человек сразу узнает всё, что его интересует. Он попросту разучится задавать вопросы. Или добьётся многого, ведь невежество не тяготит его. В теории. Мастера зовут Франсуа Тома Жармайн. Его ловчонка возле рынка. Благодарю. Удачи! Отлично! Итак, получили очередное достижение. Следующая цель встание ассасинов, да? Давайте-ка, наверное, в этой серии ещё выполним какое-нибудь ближайшее ранее. Вот мы прямо, кстати, рядом с ним находимся. Ну, чтобы, так сказать, не пропадало время зря. я надеялся, что ты зайдёшь, милый Арно. Ты ведь любишь, когда существует справедливость и всё прочее. человек по имени Гриньон владеет борделями к северу отсюда. Условия труда там ужасающие. А ты можешь их улучшить, если отправишь его в вечную ссылку. А тебе что с того? цинизм тебе не идёт, милый. Скажем так, если милые барышни Гриньона останутся без покровителя, то моё королевство расширится. Ладно, ищем Гриньона. Мне бы параллельно закупиться, потому что у меня использовал некоторые вещички. Сделаем мы это, наверное, вот здесь. Хорошо. Заодно кстати можно будет там синхронизировать ещё одну точку, раз мы в этом месте. Вообще мне этот бедный парижский квартал ночью навевает скуку и уныние, и депрессия. Да музыка блин офигенская. Этого игры не отнять. так далеко я забежал здесь тупик походу. Да только ползать красный огонёк в парижских окнах. Такое ощущение, что малька светает, По ощущению так. Залаза, залаза, мой друг. Не стесняйся. Сейчас, закупаемся, убиваем гриньёна и идём пить пиво. Так. Чего мне тут не хватает? Денег, в принципе, приличное количество, но мало для покупки чего-то стоящего. Следующий начнём с того, что попробуем посмотреть, что можно у нас прокачать из того, что нам нужно. Так, наша цель находится совсем недалекошеньки. Так, кто-то на этом запалил маленькая. понимаете, красношорт, но теперь постоянно на меня внимание будут обращать, да? И это раздражает. Раньше не только если я их агрил. Теперь же постоянно. Так, ищем гриньёна, но лучше всего это, конечно, сделать сверху, как это обычно мы делаем. Так, охранники для меня не вредные? Вредные. Не убивай, что? С анимацией надо вообще очень фиговые вещи происходят. Так, что тут вообще непонятная замеса? Надеюсь, на того нападу, нет? Нет, не на того. все, валим отсюда. Валим, 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 валим. Что-то они там сами с кем-то дрались, а я просто под шумок пришел. Но, блин, вот выбираешь цель убийства одну, а он берет и по-своему решает, кого тут убивать. Это не гуд. Все, я спрятался в общественном туалете, судя по всему. Я прав? Отлично. Все, миссион комплетит. Получили 400 франков и репутацию. Давайте на этом эту серию закончим. Следующую начнем с того, что посмотрим, что мы можем сделать с прокачкой нашего героя. Поменяем, наверное, цвет нашего одеяния, чтобы он не приедался. Ну, и так будем выполнять сюжетные и несюжетные задания. С вами был Ани Битплей. Если в комментарии подписывайтесь, ставьте лайки, сколько, блин, маркеров. Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok